Что делать, чтобы не отчаиваться? Сколько раз уже у нас в жизни избавлял, избавляет и еще будет избавлять, нам можно попросить у Бога силы для того, чтобы потерпеть и потерпеть с молитвой. Конечно, невозможно не отчаяться человеку, который всегда недоволен, который неблагодарен, который не ценит то, что у него есть. Надо прежде всего поблагодарить Господа за все данное, то есть то, что есть у нас за все тебе, Господи, слава. А дальше смириться с этими обстоятельствами, которые есть, принимая их как от Господа. То есть если, например, какой-то человек делает нам добро, конечно, это нам приятно, но это не лечит нашу душу, оно не воспитывает ее. А вот когда мы терпим неприятности, терпим лишения, это тоже промысел Божий, который Господь попускает даже через людей порой, которые грешат и неразумны, либо просто непониманием относятся к нам или с равнодушием. Но, тем не менее, доверие Богу, что эти обстоятельства посланы Богом, это, в общем-то, залог того, что мы не будем отчаиваться, но будем иметь надежду на Господа. Ну и смирение, конечно, нужно отличать. Смирение истинное от смирения ложного. То есть смирение истинное, оно помогает нам смиряться перед промыслом Божиим, принимая все обстоятельства. И если это законная власть, да, или священноначалье, там мы являем послушание где-то, то есть следуем духовному совету, который согласен с Евангелием, с волей Божией. А если, например, пусть даже человек власть имущий, скажет нам осуществить какой-то грех, там, украсть, соблудить или там какой-либо другой грех, то, конечно, смиряться перед этим не нужно. То есть это будет ложное смирение, это просто будет обыкновенное человекоугодие. А двум господам служить одновременно нельзя. Если человек побуждает нас ко греху, Господь призывает идти путем праведным, конечно, мы должны выбирать второе. Потому что если мы проявим такое ложное смирение, мы пожнем горькие плоды, потому что смирились мы перед человеком, но не смирились перед Богом. Есть, конечно, и другая крайность, это ревность не по разуму. Когда человек вроде как смиряется перед Богом, исполняет заповеди, но поэтому презирает законопоставленную власть, презирает священное началье, ну и вообще к людям относится с презрением. Конечно, такой человек тоже обязательно пострадает, потому что Богу это не угодно. Иначе как Господь будет действовать на этого человека, как он будет указывать путь, если он ничего не принимает. Если человек доверился Богу, то он уже плывет по этой реке, можно сказать. Нет, есть камни, пороги. Но не должны мы смущаться этими обстоятельствами. Потому что всякий человек, который понадеялся на Господа, молитвами Божьей Матери, он никогда не будет посрамлен. И Господь его, несомненно, выведет из любых жизненных обстоятельств. Вот это, в общем-то, и есть главное лекарство от отчаяния. Надежда, твердая, несомненная надежда на Господа. Субтитры создавал DimaTorzok